Я нахожусь в Хвалынске, напротив, на набережной Хвалынска. Сзади меня волны. Здесь только гуляют. Здесь нельзя присесть, просто посидеть и посмотреть. Здесь принимаются суда класса река Волга. Смотрите, какая красота вокруг. Но как хороша Волга. Почему-то рядом с ней я всегда чувствую себя в полной безопасности. Волга-мать, которая меня бережет и успокаивает душу. Купаться здесь почему-то нельзя. Но на противоположном берегу просматриваются отличные песчаные пляжи. Волга здесь с пуском Саратовской ГЭС стала широкой, как море. И теперь под этим морем скрывается Сосновый остров, где в 1556 году, после покорения Казани, появился русский форпост. Спустя полвека Слободка при форпосте переместилась на правый берег, как село Сосновка, владение чудового монастыря. И микроклимат при Волжских холмов оказался идеален для яблоневых садов. В 1780 году разбогатевшее на торговле яблоками село стало уездным городом. Где очень душевно и очень спокойно, кажется, по этим улицам и холмам можно медленно гулять, бесконечно. На набережной нашему взору открывается гостиница с интересным названием Серебряный век. Очень интересна его история. Это старинная особня купца Калоярова. А Хвалынск начало 20 века нельзя было представить без купцов Калояровых. Родом семья Калояровых происходит из Сызрани. Иван Артемьевич перебрался в Хвалынск и занялся торговлей хлебом. В 1907 году его сын Николай Иванович построил роскошный дом и покрасил его серебряной краской. Отсюда и название сегодняшнего отеля – Серебряный век. Это здание очень хорошо просматривалось с Волги, с пароходов и какое-то время служило маяком для приближающихся кораблей. А вот и еще одна брошечка на архитектурном платье города Хвалынска. Знаменитый особняк купца Чернухина. Это деревянный особняк, построенный в 1860 году. Удивительно, как это еще он сохранился в нашем климате и при нашем не сильно бережном отношении к архитектуре. К сожалению, пластиковые окна, которые додумались поставить, совсем не дружат с историческим обликом особняка. К счастью, настоящий родной вид особняка сохранился в черно-белом фильме «Леонида Гайдая. Трижды воскресший». Фирмен снимался в 1960 году, когда этому дому было 100 лет. Надеюсь, что найдутся настоящие ценители прекрасного прошлого, и здание, несомненно, станет украшением города Хвалынска. А мы отправляемся в единственную сохранившуюся Хвалынскую церковь. Это Крестовоздвиженская церковь. Красавец Крестовоздвиженский храм. Обязательно зайдите внутрь, если будете в Хвалынске. Там очень красиво. Крестовоздвиженский храм первоначально был старообрядческим храмом, храмом покрова Пресвятой Богородицы. В 1905 году Николай II издал указ о веротерпимости. И с этого момента у старообрядцев, которых в Хвалынске было очень много, появилась возможность строить. Купец Михайлов начал привлекать средства на строительство, и храм очень быстро был построен по проекту саратовского архитектора Юрия Терликова в псевдо-русском стиле, модном архитектурном стиле рубежа веков. Это единственный храм Хвалынска, который пережил советское время. Рядом с ним находился, вернее, консервный завод, и в храме организовали склад продукции. В 1947 году храм был передан православной общине и освящен в честь воздвижения честного и животворящего креста Господня в память об утраченной крестовоздвиженской церкви. Вокруг храма организовали сад храмов. Это чудесный розарий, на дорожках которого можно увидеть макеты утраченных храмов города. Это старая крестовоздвиженская церковь, в которой венчался Кузьма Петров-Вудкин. Дальше мы видим Вознесенскую церковь, церковь Единоверческую, которая изначально была деревянной и была утрачена во время пожара. Опять крестовоздвиженская с лицевой стороны. Трехсвятительская церковь, которая располагалась на кладбище. Великолепный современный крестовоздвиженский храм, который смотрит на этот сад храмов. Посмотрите, они прямо находятся у него перед лицом. А вот показалась Никольская церковь. Посмотрите, какая красавица. Она сейчас изображена на одном знаменитом граффити напротив музея, картинной галереи Петрова-Вудкина. По пейзажу богатого в Хвалынске. Вернемся же в крестовоздвиженский храм. В 2009 году начались современные восстановительные работы. Удалось восстановить дореволюционные росписи храма. Реставрационные работы продолжались до 2014 года. Очень интересная роспись усекновения головы Иоанна Крестителя. Вообще была скрыта другой росписью, преображением Господнем. Но реставраторы обнаружили и восстановили первоначальный вариант. Обратите внимание на купол, когда будете в этом храме. Его делят на четыре части растительный орнамент, символизирующий тыкву Ионы. Возможно, это так, но вспомним, когда этот храм строился и расписывался. Во времена господства модерна с его растительными мотивами в орнаментах. Зайдите, посмотрите. Это безумно красивый и очень интересный храм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова «Симон» Корректор А.Кулакова Ну а дальше были сувениры. Как же мы без хвалынских-то сувениров? Нужно же принести домой магниты, тарелочки, кружечки. Но больше всего мне понравилась территория у сувенирного магазина. Посмотрите, какая красота. Так чудесно оформленная. Приятно очень смотреть на всё это. Вроде бы ничего особенного. Оно стоит деревце, на нём цветочки красивые. Просто и со вкусом. И вот такие хвалынские сувениры, куда мы завалились всей толпой. Магазинчик, конечно, трещал по швам. Я поснимала всё, что там продаёт. Береста, тарелочки. Вот там какие-то вот... Не то шаманские, не то ещё какие-то. А вот эта керамика мне очень понравилась. Замечательная керамика. По-моему, в этом хвалынском магазине собрали сувениры со всех концов нашей необъятной Родины. Вот всё, что можно было, всё и собрали. Посмотрите, какие красотульки. Горшочки, корзиночки. Мы спросили, а оказались, что-то китайские. У нас, наверное, не плетут уже корзиночек. Вот эта милая штука из лыка. Как хорошо летом-то на даче. Шкатулочки, валеночки, скоро зима. Всевозможные киски, тапочки тёпленькие. Ну, это для тех, кто, наверное, в частном доме живёт. Потому как у меня в таких тапочках жарко просто-напросто. А самовары меня просто очаровали. Посмотрите, какая красота. Зелёненькие, расписные. Ну, и шкатулки. Это палех, наверное. Роспись хохломская. Всё, что хочешь. Всё, что твоей душеньке угодно. С сувенирами наперевес мы отправились отдыхать в хвалынские термы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова